Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Филуэнто Панфил Иванович, 1921 года рождения, 16 февраля. Говорить можно погромче. Призывался в 1940 году, в августе месяце. Призывался в первую очередь в школе. Потом были в Параде-Поломоцке, в Западной Белоруси. Я там попал в покой школы. Потом объездил на школу для ректористов. Был консантом по ректористам. Войны начали. В Западной Белоруси город Барановичи, под Барановичами. Там война началась. Война началась, мы были там в огнях, как учебки. А потом война началась, когда я в это время был дежурный по кухне. Как курсанты должны были все, значит, два раза в месяц дежурный. Вот я время как раз был, заступил в субботу. Это дежурный. И вы, значит, это самое... Как раз в субботу было, ну, еще вот так туристами смотрели. Я их считал. А потом, значит, я пришел в ухо и сказал этому дневному, что ты меня разбудил четыре часа, как раз на выходной день, чтобы приготовить завтрак, значит, что нужно было, значит, 30 назад. Ну, вот, и мы не знали, что война началась. Несмотря что от 15-го, они все от нас, это для лица, но мы не знали сейчас. Пришел в замполец, по милю я не помню уже. Он пришел, говорит, кто дежурный, я говорю, я дежурный. Он говорит, санкт-петербург. Я говорю, готов, сейчас, часть, ты причем, говорю, и можно кормить. Сейчас, говорит, будет митинг. Я говорю, какой митинг? Он говорит, ты знаешь. Ну, вот, это самое... Антос, воздатые пришли, значит, это... Восемь пришел... Восемь... Там запись у нас где-то в полдевятого примерно, с восемь до полдевятого. Ну, и вот. И, как раз, воздатые пришли, мы выступили еще в Киеве, такие дела. А это самое... Немец, без заявления, немец напал на нас в Киеве. Правда, ну, где-то, примерно, около девяти, ну, пол-квадрятого, вот так примерно. От нас жили эти офицеры, они в своих, это, казармах там жили, значит, это общежития, эти. Два километра от нас, что в Магере были. Вот, в это время, когда мы сели, в это время налетели самолеты, давай бомбить эти казармы по-хвейцерски. Просто не знали, что там что-то действительно было. Угу. А вот, если вспомнить предвоенные годы, тридцать девятый, сороковой, было ли у вас какое-то ощущение войны? Нет. Я не... Я в это время был, работал на заводе в Ростове. Ну, в Ростове, ну, под Ростовом там, в Нижнехдоровске. Я там на заводе был, в Ростовке. Это я не ощущал, что будет война, я не могу. А что-нибудь знали про Испанию в это время? Нет. Нет. Даже их как-то не интересовало, я помню, что-то такое. Даже не помню, что про Испанию там или еще там ничего. Вот, правда, про этот самый, так, про Хангинго, вот, ну, это там, японцы, то я слышал, знал, что там это было, наверное. А чуть этого не было. Понятно. А что думали о действиях правительства нашего в то время внутри страны, и как они взаимодействовали с другими государствами? Ну, я... Политически я не могу ничего сказать. Я, конечно, политически, я не подкован. Так что, какое у них бывает соотношение, я не могу вам сказать. Угу. 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 Слышали ли вы речь Молотова и Сталина? Чего? Слышали речь Молотова и Сталина? Нет. Не слышали? Нет, я же в этом находке был, я там это не свечу. Угу. Мы подпелялись и вышли, значит, на погрузку. Мы ждали, чтобы погрузить вагоны за нас на погрузку, чтобы свою часть приехать в Полоцк. Вот. Мы ждали. Пришел сперва гражданских, вот. Потом пришел, значит, пехот, пришел. Потом танков пришел, пришел. Это все лагерные они все тут. В это время танки пустили, самолеты там налетели, разбомбили, после этого уже пустили пехоту, потом жерданские пехоты, потом уже это нас, а потом уже жерданские пустили. И мы приехали в Комац, где наша часть находилась, мы приехали в 4 утра туда, а в 8 часов утра самолеты налетели, а там 3 городка там были, вот, и это самое, самолеты налетели, а то, и давай нас дальше, вот. А после нас поставили на оборону, значит, моста там, ну что, западная длина река идет, вот, и поставили, значит, нас на оборону моста этого. Мы там просто, у нас, так, прожектористы, мы, значит, это, начали, это, самолеты, войной осветили, эти зенитчики два раза выстрелили, и больше снарядов нету. Потом мы, значит, примерно три дня постояли, и нам дали команду отступать. Мы вот поехали на Минск, через Минск, чтобы отступать. Вот, а до Минска 25 километров заехали, наш там, это, полковник и майор встретили, и говорят, вы куда, ребята? Как, куда, куда, вообще, куда, я в Минск. Они говорят, так и немецкие танки стоять уже запрашивали, у вас не счет. Вот, значит, завернулись обратно на полос, все это западную длину проехали, вот, и через два часа у вас взорвали, потом мы ехали, вот, взорвали, и мы поехали на Великую Волку. На Великую Волку приехали, заехали, значит, утром тоже в 4 утра, вот, заехали, значит, немножко приехали, и этот, значит, старик со старухой, вот, 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 ребята, никуда, мы, ну, куда, вот, сказать, все подальнули, и на почве, танки немецкие стоят, вот. После этого командировал, ты говоришь, и посадите, что мы пошли по колесам-то, а потом, что в 4 часа все спали. А если бы, если бы раньше не позже, то нам бы ничего, и гостей не согнуть. Ну, мы пошли посадить, ребятами, еще бы, уже, что такое. Мой брат, он говорит, сейчас видите, там в виде проволок есть, сказал, да, вот за него и в лес. Вот мы заехали лесом, Петрушковым, вот поехали и выехали на тракт Великий Лунгер Жев. И вот на этот царь только вот ехали где-то, ну вот, 5, 10, неизвестно, сами считали. В это время опять с оборотом налетели, а там и гражданский отступает, и водитель отступает, и школы, и там вот такой вот контакт налетел, то я забываю вот так вот, чуть пополнился, ну мы вырвались и заехали, зажрела. Жен, когда приехали, мы там тоже два дня постояли, первый день там ничего, на второй день немецкие самолеты летели на станции. А на станции было, значит, шестерна с этим бензином стояла, и двое шоу она пришла, один шоу она с артиллерией, а двое, ну не подъехали, что я там там. И на неделе самолеты разбомбили, а шестерна там вышла, бензин, такой вот, а шестерна там вышла. Вот, и это самое, и добавили, значит, что я это самое, мы тоже шутили, ну а потом, я думаю, что это сколько-то, ну на три, может, четыре дня там где-то постояли, и опять нам отбой взяли. А меня тогда под великим рукам, когда самолеты налетели, и с первого саутора залета моя машина, это самое, разбомбила, она взгорела мне. И я, мы остались, семь человек, без, как говорится, без транспорта, без лошады мы назывались, вот, и вот мы, значит, поехали на другие манерские лесения. Вот, когда Саржева, то поехали, нас перестрелили, тоже где-то 15, наверное, отъехали, это же где-то, нас перестрелили, и это самое, там тоже, по-моему, майор, и под полковниками, под полковниками, не помню, кто там, но майор, так и мне это было. Он спрашивает, что свободно есть у людей, командир жмотов, по-моему, под полковниками, не помню, что ты жмешь, везь, давай, ну, потом меня тут расчета в сердце, мы нас выгодили оттуда, и мы остались, как-то здесь, и нас собирали там от таких всех, мы были, там, заградотряд, и, значит, ночь, эти, копаем мы, это, это, может, для, как говорится, отражения, вот, а потом, значит, ночью в лес мы ходим, и вот так, значит, и зашли мы, потом вступали до самой станции Кубинка, то есть до Кубинка пришли нам, сказали, мы ребятам, все, дальше приказ стали нам, пошли назад, вот там, значит, где-то был примерно, ну, там 3 августа, наверное, начале сентября, ну, вот мы там, значит, это, самое, заняли ворону, а потом нас унили, это, самое, мараты, в дальние восточники пришли, мы все такие, это, знаете, за это замученные, вот, они пришли, они пришли, такие, знаете, красавцы, ну, лишь в мере я попал, ну, в этот, в школе, на формировку, когда попал на формировку, в Одинцово, вот, и там, значит, мы, сколько там, где-то, наверное, в Смельянске были, и мне там попался, когда Смельянск был в школе, там был, тоже курсант, я как-то заметил, а это, он уже старшиной, что-то, чтобы левой руки его нету, они попали в нас, а у него переправы, и там их, как это, снова погибло, и он, а он, как и из Украины, ему, вот, ручки некуда, он там предлагали в госпиталь, он говорил, что госпиталь, и, конечно, сказали, вот, скажем, где-то он не есть, нахожусь, вот, значит, я и разбил, что, что у нас, думаю, что такое, что-то знакомый, потом я набрал смелость, а пошел, я говорю, что, старшина, если вы в Смельянске были, то, что, да, я говорю, ну, я смотрю, что, а я, там, чем-то, месяц, полгода, мы сразу забрали, так что, он не мог, так, как это, сориентировать, ну, сговорили со всем, я уже, знаешь, что, старшина, будут покупатели, направленные танковые участки, я хочу танковые участки, он говорит, что, мне, ну, какая разница, ну, это самое, значит, я сказал, ладно, первый раз поехали покупатели, нас пришло 2-го года в дня, вот, для отцепления, значит, казарной и там офицеров, нас послали выбирать, в это время поехали покупатели, он посмотрел, нету, по-дево, по-дево, говорит, нету, мы пришли тогда, он говорит, надо занимать те, говорит, покупатели, где-то, и вот, так что, вы же послали, он говорит, я не послал, это, говорит, завхоз, ну, ничего, ладно, потом второй раз, значит, приехали, у нас в баню повезли, это тоже не попало, а потом я пришел, я, знаешь, отправляют меня в любую часть, я говорю, каждый день строевая, то устал, ну, устал, то ладно, а строевая, что на фронте, будешь строим шагом, или что, я говорю, куда хочешь, где-то с месяца прошло, он, значит, у нас с этим, зенитчики приехали, пойдешь, я говорю, пойду, давай, так я, значит, в зенитчики попал, и вот я, как попал, значит, я там в декабре месяце, если не помню, ну, где-то с середины, наверное, декабря, и за 47-го года я в этой части был, но сейчас, правда, она разная была, когда я попал, то был, этот, дивизион, по-моему, вот, а с него там осталось мало, это самое, а потом с этого дивизиона принимался полк, 1276, вот, а потом с этого полка, так называла дивизия РГК, здесь главного командования, значит, 17-е, заплатили третьей части, значит, начинаю, так попал, вот, на талей вторую, так я закончил, не знаю, что же, ну, а попал, а служение, значит, я попал, вот, а вот, ну, связь с терзистом был, старший телефонист только не называли тогда, вот, я, значит, попал в талей вторую, а почему я все попал? Я немножко, то был связан с этим, с аппаратурой связи, когда я был это, Это была часть механизации, чтобы связь подключалась. Я немножко был связан с теми, и было связи с тем, что приезжаешь на это место, ко мне батарею вызываете, говорит, карту показывает, компас сожжетируется, перекатушку накручивал, и пришел до штаба, пришел, подключили, до батареи позови, сейчас здесь, обратно пошел. Вот я связи со мной. Ну, там я еще частично подменялся сожжу, ну, тут я редко сожжу, я больше скачу занимаюсь. Это вот так, это частично было. А в каких сражениях вам пришлось принять участие? Как? В каких сражениях приняли участие? Орловская первая битва. Не, оборона Москвы, это самая первая была. Это оборона Москвы. Вот это было, значит, в 1941 год. Вот. А Орловской курсской битвы, это уже был 1942 год. Орловской курсской битвы, это уже Брянский фронт, вот, в Брянском фронте, это, наверное, относились с зенитной артиллерией. Вот. А дальше, вот, потом, после Орловской курсской битвы, вот, я участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтике, ну, при Балтике и закончил, ну, сфера в Белоруссии, при Белоруссии, вот, вот. Второй, сперва был второй Прибалтийский фронт, а потом стал первый Прибалтийский фронт. Орловской курсской битвы, значит, вначале был командующий Петров, а потом, после этого, когда вышел позавтретом, ближе к кону, то стал командовать Баграмян, уже командующий фронтом был Баграмян. Вот. Туда, вот, как раз, в Белоруссии, это, он стал первый Прибалтийский фронт, чтобы командовать Баграмян. Мы все время прикрывали 11-ю гвардейскую эту часть армии. Вот, и все время находились там, это, рядом с этой, с передним краем. Ну, еще что, 500, 500, мы прикрывали от авиации ее, вот, и все время там и находились. Ну, чтобы так сказать, что я с немцами там, на сварку, то есть в драку, я не участвую. Вот, в самом деле, я не участвую. А вспомните, пожалуйста, какой-нибудь яркий эпизод из этих лет? Ну, примерно такой был ясный эпизод. Вот, был такой эпизод, когда мы стояли в этом, нас вывели на подготовку, это, кольской битве, вот. То, я увидел такой, вот, 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 та шея там, облиток, я тут увидел. И, у нас бывает такое, что, в обзорное место два снаряды редко попадают. Так вот, как раз этот снаряд, по-моему, не как раз, это самое, два раза. Примерно, места два, примерно, на меня зашло. Это первый эпизод такой. Второй был, это бро в Литвии. В Литвии. И там, опять, значит, мы приехали туда, в Рукьем. Это, как же это место называется? Ну, не важно. Идет железная дорога. Ну, значит, такой большой. Здесь у меня жизнь, значит, это. Нам дали зону, где я должен батарею установить. И мне, значит, я, то самое. То, на две года, ну, если бы, на это самое, куда, на эту железную дорогу, то, что железная дорога, там немцы, а просят, что у меня. И, случайность отчего, значит, я должен принять на себя этот бой, потом они на помощь надо идти. Ну, и вот это время, значит, я полдня, предстоящее, мне переход, чтобы ибросил. Полдня пришел, а потом где-то, ну, это где-то во втором, примерно, что, ну, эти налетели, из-за меня. Опять же, где-то, места три, бомба. Вот, потому что кости, что такое, бомба. Вот, так, места два, вот, три, так вот, бомба. Залетела, дальше шла, там же, дальше шла. Так, она разорвалась, а так все эти самые, как надо сказать, все осколки, то пошли куда они сюда. А если бы это нарывало место, то у меня бы тоже, что места не было. Это один такой. Один случай был, это Орлунской, нет, это не Орлунской. Это подзвей, это, вот, в Масальске. Вот. Вот. Там опять, значит, это, я на медное поле залез. Пошел, ну, замесение, понял, штаб или должен как-то забрать. Я, значит, это все пошел туда, вот, и залез на медное поле. Вот. Ну, мне показалось, что я как капуста, качанник, знаете, капуста-порубники, такие качаны. Вот. И это самое. Я, а поехал, я на лыжах. Если бы я, так, ушел бы, так, вот, то я поехал на лыжах. Вот. Залез в подпроволку, тянул, тянул. Мне этого не мог быть. Я, значит, это расследился, сматерился, вытащил и поехал. Приехал в штаб полка, отдал донесение. Начальник штаба мне говорит, ну, ты, говорит, это идиотоктив все здесь, а я, значит, приготовлю тебе все, а потом буду. Ладно, я, значит, это самое забрал. Это там позавцы твоих, это часами, наверное, по утрам, два поспали все, потому что я ночью ехал. Ну, и он вызвал меня, я документы получил, приехал, и по этой уезжей поехал. Подъезжая к этому полю, видному, где шапка так поднялась, как то, что я так, что, значит, это мой луч, что это, значит, рубашки родича. А оно там примерно 20 метров шириной, а так оно далеко, куда мне не было поля. Он тебя помогли, значит, поехал на дорогу, из дороги поехал, командирует батарею за уплату, и, значит, это самое. Он меня так вот указывает, и ты говоришь, ну, кому кому, ну, тебе, то ведь. Я все-таки понимаю, что ты опытный солдат, что ты невероятного. Я вот такой, да, вот такие примеры. Ну, это самое, в Погрянске, там у меня есть что, контузия ухо следует, еще контузия была, правый ухо, ничего не слышу, а левый такой, что наш, а это все, вот такие вот, такие вот. Ну, а потом, после этого, значит, войну-то, когда закончили мы в Прибалтике, да, после, мы как раз перед тем, мы готовились к наступлению, когда мы пришли, это, первое, что освобождали, мы зашли пятьдесят километров в Польшу. Пятьдесят прошли, и нас вернули оттуда, вернули в Прибалтику. Вот, мы приехали в Прибалтик, и там, возле порта Лебава, где вообще называется Курляндия, это место. Вот, мы там, значит, это, находились, и, как раз, перед этой войной, восьмого, мы должны, значит, и наступление, восьмого, там, это, порт Лебава-Сабадан. И, вот, снова, значит, когда мы выехали, в частности, очень много еще, куда-то, вот, к переднему краю, и где-то в восемь вечера идет машина, все, что он выкурался тогда еще, кричит, внимание, 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 внимание. Ну, вообще, это, знаете, столько, она все, все едины-то забралась, внимание, дорогие солдаты, война кончится, они не скапитулируются. знаете, такое, еще, что-то было. Ну, вот. А после нас отверли, значит, на, вот, ну, как на отдых, мы там простояли, где-то с неделью, вот, и после этого, значит, там опять нас погрузили за эшелон и на Москву. А мы послушали так, что, вот, сказали, что, какая часть здесь формировалась, туда ее будут отправлять. А вот, я, конечно, и попал в эту резиновую часть, и они формировались под, это, под, хашковом, вот, 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 там. О, мы поедем в Украиндию, там, будем, и яблоки, и груши, и все там. В Москву-то приехали туда, а нас было где-то 15 человек москвичей. Мы приехали в 4 утра, и за 4 часов дня мы стояли там. Не, не то, мы его отпускали нас. А потом, значит, нам дали отправление, и мы поехали через станцию Кубинку. А эти москвичи, ребята, это, вот, нас на восток везут. Через Кубинку только на восток идут поезда там. Мы, правда, мы поехали на восток. Везде мы пошли. И нас ишло 3 эшелона. Эшелон танков, эшелон самолетов, и эшелон, значит, денисной артиллерии. Вот друг поперед дружкой. И вот привезли нас под чуту. В 40 эшелон, то за чуте отъехали, и нам сказали, выгружайтесь, ну, вывозьтесь. И мы своим ходом побурят в Монголии, по Монголии, по пустыне Гоби. А я знаю, что вы ее должны изучать все равно. В пустыне Гоби, вот, по пустыне Гоби. Через Большой Кингаль и в Китай. Вот, в Китай приехали. Первый эшелон попался, там, Линдун. Мы там, сколько мы, ей пятнами постояли. Вот. Танкисты впереди нас пошли. Там, по пустыне, когда ехали, там вот такое вот. Там нет, нет, ничего не растет. Вот. Болинец такой маленький. И тут, да, там вот такие, резко-резко. Ну, вот. И вода в холодице вылезли. Ну, там, приготовлено такое было для этого. Первый холодец был 40 км, потом 50-60 км. И последние 120 км всегда в холоде. Ну, пустыне, наверное, есть пустыне. Там ничего, там один песок. Ну, вначале едешь, как, так что, на пустыне. Он так вот, пустыне, убитый. Вот. И вот за все время мы видели только, вот, на месте там, озерце такое небольшое. И там птицы, всякое пумно. Вот. Вот. Атаки это самое. Вот. Ничего нет. Вот. Писки еще. Жила невоенностиная. Вот. 35-40, 45 км. Вот. 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 И мы, если бы раньше приехали, где-то бы, мы приехали уже в октябре месяце, 5 октября, по-моему. А, если бы мы раньше приехали, то нас отправили на южный Сахалин. А тут это самое. Приехали уже, этот, кончилось, навигация кончилось. И, значит, нас не пустили. Вот. Мы там простояли, это, считай, 45-й, 46-й и 47-й. Ну, мы успевали, были воздольны, позавоздольны у Кипарышева, а потом нас перевели в этот, поза этот. Вот. Вот. Как он? Вот. Зашел. Порт Лебала. Не, не Лебала. На Завнем Устоке там, вот, хожу, я. Находка. Вот так. Порт-находка. Порт-находку там нас привезли, и там русские остались. Там это самое. У нас, значит, с первого по пятый год демобилизовались из Китая, и женщины отправили нас оттуда. А приехали, когда мы издольны, все издольны, отправили с пятого по четырнадцатый год. А уже с четырнадцатого по двадцать первые, включительно, отправляли в сорок шестом году, в этом самом, в мае месяце. У нас, как это самое, ответственных, как старшины были бы. Вот. Нас не пустили. Вот. Потому что технику сдавать-то некому было. И поэтому пришлось, значит, где-то самое оставаться. И когда это... А нам сказали так. Где-то через месяц, через два, мы вас отпустим. Мы бежать не будем. Пополнение придет сюда. Так. А батарея осталось шесть, того, восемь человек. Вот у нас вот батарея осталось шесть человек, Три офицера. Комбат и два взводных. Вот так. А там того сколько. Ну вот и мы ждали. И желаю, что нас поддержали. А потом... А этих привезли в сентябре, только в начале сентября. За привезли за их... А привезли за их... А привезли за уполнение... Вот, может, видят... Я не знаю, видят или нет. Едут ездить по Берлину наши козаки. Таких козаковцем, все 30 человек нам привезли за пополнение. Мы только с такими цепами, с шкорами. Там был такой, что он дай Боже. Вот. И нас вот это... И нас хотели еще за длижать. И мы отказали совершенно не хотели. Потому что они... Не наши солдаты. И наши были такие, как говорится, спокойные. Они уже, как говорится, почти огонь и воды отталкивали. А эти что, они приехали там по Берлину. И все. Они ничего не видели, ничего. Вот. И это самое... Давай с ними, как говорится, воевать. А они... А они... Что? Никакой... Никакой дисциплины, ничего не было. А у нас это было очень строго. И поэтому мы собрались в этом. Мы говорим, что мужик, мужик, мужик. И они нас взяли. Это что? Поставили смысл очень комочек. Вот. Вот. Закрызал, да. Это... До... 1 января, что... Это 47-го. Там... Остали... А с первого... С первого... Остали, что... И до мая месяца... В мая месяце... Подняли. Ну, что... Не будем... Давайте... У меня... Нас сократили. И вот я в 47-м году... В мое месяце не мобилизовался. Вот моя такая... Вот мой такое... Проходение моей судьи. Угу. А теперь... Скажите, что вам еще надо? Да. Можете рассказать о подвиге? Были свидетелем подвига? Можете рассказать? Причем? Подвиг. Подвиг. Героизм какой-нибудь был? Вот на ваших глазах? Да... Я оттуда знаю, какой там подвиг. Вот. Не знаю. Не было такого... Я думаю, что бы моего подвига... То, что связи со мной были... Я не... Эту связь я вовремя давал. Вот. А что бы там какой-то... Как говорится... В атаку ходить? Я же не ходил. Угу. Так что это... Я не знаю. Вот. Такое подвига там... А как вы думаете, что было источником мужества для тех, кто совершал эти подвиги? Угу. Как думаете, что было источником мужества для тех людей, которые совершали эти подвиги? Ну... 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 Просто... Конечно... Это же ведь... Как говорится... У каждого свой характер. Вот. Который совершает подвиг... У меня был характер... Потому что... Как говорится... У него... Источник такой был... Вот. Характер. Понимаете? Сильный характер. Ну... 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 У вас много наград висит... А... Ну... Вот... Ну... Это... Это... Награды... За... Это... За... За... За обороты Москвы... За... За победу Германии... За победу Японии... Ну... Вот эти вот... Больше всего... А... 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 А вы можете видеть какую-то самую ценную из них? Самую ценную? Я думаю, что самая ценная это обороты Москвы. Ну... Ну... Это... За боевые заслуги... Это... Какого-то... Курская битва. То они все ценны. Они все даром не даются. Они все равно... Они даром не даются. Так кажется, что даром не даются. За какие-то... За какие-то... Вот... Я... В... Волгоговской первой битве... Вот... Когда под Бонхов мы были... Я... Упал... Под бомбежку... Вот... Такую... Очень страшную бомбежку. Там, значит... Это самое... Немцы запустили... Ракушку... Они как это самое... Как... Консервная банка такая вот... Их три... Кривушка... Она летит... Так... Шевестит... Вот такого... Вот я попал... По... По эту... Бонбежку... Такая... Ну... Меня не ровут... Ничего нет... Такая... Автоматом... Вот такое... Значит... Машу, чтобы на меня это... Она... Ранит... Она... Ранит... Она... Кажется... Убить не убьете... А только... Так... Чтобы... Убить... Она не может... Ну... Такое... Было... Было... Под... Обстрелом... Это... Уже... У Руси... У меня попал... Под... Обстрел... Тоже... Вчера... Один... Стоять... Здесь... Ага... Значит... Тот... Дальше... Тот... Дальше... Ну... Привычка... Сам... Экстинкт... Привычка... Там... Что... Какое... Если... Он... Сашистом... Идет... Там... Дальше... Привычку... А если... Так... Шелесты... То... С какими чувствами... Вы шли на войну... И... С какими... Возвращались домой? Ну... Я... В армию пошел... С... Как это... С этим... С настроением... Я хотел в армию... Потому что... Я считал... Что... Если... Не солдат... Солдатом легко будешь... То ты не можешь... У нас... Это... В Украине... Такое... Было... Как бы... Это положение... Если... Он не побывал... В этой самой... В армии... То он не нужен... Вот такое... Вот... Я... С... С Ростова... Пожелался... Вот... Я с настроением... Ну... И... Демонизировался... С настроением... Я рад... Что я туда вырвался... Вот... Уже... За 7 лет... Знаю... Вот... Так что... С таким настроением... Да... Да... Ну... Ну... Это самое... Бывало... Такой момент... Когда... Вот... Это... Вот этим... Под Масальским... Это было... Там... Зайцева... Там... Уже много народу погибло... Вот... Там... Одно время... Было такое... Что... Я сам себе... Уже не рад был... Потому что... Каждый день... Бомбежка... Кормежки нету... Там... Кушек нечего было... Вот... Вот... И... Каждый день... Бомбежка... Вот... И... Не успеваешь... Только... Как говорится... Одни самолеты... Улетели... Улетели... И... Думаешь... Что... Или... Скоро... Скоро... Тебе... Это... Ранило... Чтобы... Улетели... Улетели... Или... Улетели... 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 Там... Станция... Борякина... Рядом... Эти... Привезут... Продукты... Чтобы... Оставщины... А этот... Самолет... Не... Это... Изначально... Станция... Были... Зачем... Это... Сообщить... Туда... И... Солдаты... Все... Было... Там... В течение... Вот... С февраля... По... Месяц... Вот... 25 тысяч... Погибли... Там... Жуки... Мы... Оттуда... Вступили... А там... Потом... Вступили... Так... На живой стране... Заехали... Сказали... Обратно... Зачали... Там... Вообще... Костя... Ну... Представляете... За это время... 25 тысяч... Погибли... Вот... Какое настроение... Тагеевич упал... Просто... Никакого... Настояния... В жизни нет... А... Как воспринимали... В начале войны то... Что... Армии приходилось... Все время... Отступать... В глуби страны... Ну... Ну... Как... Как это... Понимали... Конечно... Плохо... Конечно... Обижались... А что мы... Это самое... Что мы... Отступали... В зону... Обижались... В некоторых местах... В некоторых местах... В зону... Обижались... Вот... Когда... Мы... Вот... Подъезжали... К... На... Жеву... Вот... Я не помню... Какое там... Это... Самое настроение... Вот... И мы приезжали... Там... Это... Мы сидели... Очень... Такое... Знаете... Это настроение было... Ну... Не просто... Нас... Грабина... Выписали... Вот... Ну... Конечно... Мне... Мало... Что было... На среднем... Что... Было... Не важно... Угу... А... Помните... Что-нибудь... Про своих командиров? Может быть... Кто-то... Чем-то особенным... Запомнился? Вот... Командир батарея... У меня... Где-то... Её... Письмо... Не... 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 Нужно... Просто... Расскажите про него что-нибудь... Ну... Вот... Он... Этот... Сам... По-моему... Тоже... Украинец... Вот... Очень... Так... Завершавестный... Ну... Очень... Честный человек... Как говорится... Очень беспокойный был за солдат... Очень беспокойный... Старался... Чтобы его солдаты были... Как говорится... А дети... Работы... И... Законные... Вот... Все время... Ну... Хороший... Капитан... Потом он стал майором... А потом... Когда мы поехали в эту самую... Э... Э... Познаходку... Э... Э... Мы... Э... Ехали... Э... Это... Вышел в училище... В Москву... Учиться... Ага... И... Потом я с ним... Имел переписку... Вот... Я его разыскал... Вот... С ним имел переписку... Он уже стал... Он был майором... Сам... Стал... Пороковником... Он... Значит... Я сейчас закончил... Эту... Школу... Эту... Академию... И... Этот... Стал... Были... Под этим... Где-то... Под Севастополем... Школе... Там... Там... Ну... Это... Ну... Это... А как Вы... Относились... К Сталину... И... Ваши товарищи... Ну... Как... Как... Как Вам сказать... Он... Как... Он... Как... Он... 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 Очень строго... К этому... Относился... И... Он... Как говорится... Он... Я от него читаю... Его... Это... Жукова... Он там... Все время... С ним... Конечно... Он очень... Это... Самое... Я хочу... Только... Сказать... То... Что... Конечно... Он... Многое... Делать... Для того... Чтобы... Вот... Чех... Все правительство отправило... Сами с Москвой... Не выехали... Другой... Может быть... И выехал... Он... С своим... Как говорится... Таким... Таким... Как говорится... Солдат... Очень... Как сказать... Ценил... Особенно... Этих... 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 Генерал... Он же... Их... Тоже занял... За это... Чтобы... Ценили... Солдата... Просто... Я думаю... Что... Он... Правда... А то... Что... На него... Гулять... Что... Он... Что... Там... Что... 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 Он... Что... 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 Говорят... Это... Сталина... Там... Говорят... Вот... Такие... Третье... Вот... А как бы... Не... Он бы... Так... Пожалуй... Может быть... Это... Были бы... По пятам бы... Повзали немцы... Говорят... Что... Это... Самое... Что... В немцах то лучше жили... Ничего подобного лучше бы не жили... Они бы... Это... Самое... Нас... Заставляли... Повзать... Они... Вон сколько их... Покупили... В этих... Климаториях... И... Такие... Народу... Сколько... Покупили... Уйма... Они... Ни с чем не считались... Вот так... Ну... А... Так что... Я... Например... Его... Действие оправдываю... Я его действие оправдываю... Ну... Он... Поступал... Справдив... Давайте... Такой пример... В 45-м году... Война... Кончилась... В 45-м... Два года пошло... Он отменил... Карточную систему... А что здесь... Отменил... Карточную систему... Представляете... Народ... Это... По карту... Там... Получали... Это... Как говорится... От крохи... А тут... Он все равно... Нашел... Выходы... И нашел... Отменил... Карточную систему... То есть... Там... Более свободно... Вот... А это... Надо... Это... 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 Посмотрите... После... Вот... Одно прекрасное время... У нас... Прекрасное время... Было... Что... Даже... Это... Самое... Чуть не меняли... Карточную систему... Вот... А тут... После войны... Карточную систему... Видите... Так что... Я... 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 Я против... Что они обвиняют... Я против... Я... Я считаю... Ну... Были... Такие ошибки... Ну... Были... Ну... Там... Много-то... Там... Берия... Много-то... Это... Это... Он... Знаете... Смотрите... Столько было расстреляно... Это же... После... После... Приказа Берия... Они... После приказа Сталина... Там больше... Берия... Ну... То... 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 Что... Объединяет... А... Вот... На фронте были люди разных национальностей... Были... Что объединяло все вместе? Их... Объединяло русский народ... Русский народ... Русский народ... А почему? Потому что... У них... Э... 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 Видите... Как вам сказать... Э... 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 Вот... Вот... А вот... Возьмем... Узбеки... Татары... Томейки... Такой... Это были узбеки... Они... Там... Только... Солдаты... Они все... Вай... Вай... Ото... Они... 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 Мельшие... Так... От... От... Это плиток. Все больше сосвоили. Но их потом стали больше расстрелять между русскими, понимаете? Чтобы они меньше плывали. Были такие случаи, когда они сами себе стреляли. Он, значит, берет, одевает перчатку рукавицу, оставляет, стреляет и в госпитале. Очень много таких случаев. Мы их разоблачали. Казалось, если пуля ранится издалека, то тут ни такого пороха, ничего не будет. А если рядом она съезжает, то вот это все порох. Не порох, а это все как-то под собой. А скажите, пожалуйста, верили ли вы в Бога? В кого? В Бога верили? В Бога где? А знаете почему? Потому что немец очень такой божественный человек, они очень в Бога верили. А почему они воскресенье поклинают на нас войнули? Воскресенье, значит, это даже божественное, правда? Это первое. А второе, по описанию, значит, Бога, говорят, не обидь старшего, не обидь младшего. Не убивай старшего, не убивай младшего. А немцы всех подряд убивали, старого, младшего. А сколько мы... Вот я приведу вам пример. Вот под этим. Когда стояли, где я рассказывал, что бомба упала. Там три траншеи было, три метра глубиной и три метра шириной. И там, значит, положено, там только евреи были. Так там и дети, и дети даже, когда пушку-то поставили, стали вот так ее поставили за все. И стали копать, и попали на вот это вот, на ухо, вот эти траншеи. И там, значит, это самое, детские, это, значит, ножки. Одни голенькие, а другие, значит, это... Мама, матка, тапочки там. И там и женщины, и мужчины, значит, это самое. Мужчин, мальчик, больше детей и женщин. Расстрелены. Разве я вогнута же, зачем? Локти вогнута. Значит, я им не верил. В то время я им ничего не строил. Я был сперва консервонцем, потом был коронавистом. А вот Вы участвовали в освобождении городов, и как там встречали люди нашего собора? Представьте себе, что вот сколько мы освобождали городов, но нам не приходилось в центр заезжать. Вы всегда их почему-то объезжали на окраину. А на окраине, наверное, там мало встречали, это народ было. Они все в центре там и что-то. А нам не приходилось в центре. Вот единственное, мы в Шауля и заезжали по центру. Там, правда, нас встречали еще где-то, я помню где же мы это самое, встречались. Где-то, где-то под Смоленским, по-моему. Это самое. У нас там немного, что народу было, только мне сказали, спасибо, хоть Вы для нас добрались. Такой разговор был. Это там старик один такой с городовым. Ну, наконец-то, хоть мы за своих дождались. А то, говорит, эти, что они называли, они, говорит, нам надоели уже, говорит. Хоть свои, так хоть не будут, говорит, нас обижать, так как обижали. Ну, прекрасно так встретились. Мы говорили, ну, мы не останавливались, потому что заезжающий пошел. Если пехота, она может остановиться, а не на машинах так-то. Мы не останавливались. Нам не приходилось. Там мало приходилось по городу, по городу проезжал. А больше, если по окраине, а то напрямую по освобождению поля и все. А вот были в странах Европы, когда освобождали? Нет. Нет. Вот в Польше мы зашли, вот там, значит, населения совсем не было. А зашли в этот самый, вот были в этой, в Литве, там тоже это самое, мало народу было. Там, видите, там хуторная система. Здесь дом, так через двадцать километров строит он. Вот они все, когда вот этот фронт подходил, они все эти дома оставляли, а сами в лес уходили. Вот там дома, куда зайдешь в дома, там и птицы, и скота, и чего там есть, вот, а это самое, а хозяев нету. Так что, ну, в одном месте, вот я не помню, где-то мы перед Польшей, так там молодежь мы встретили. Так они, они нам говорили, что слава Богу, они там по ихнему как-то сказали, ну, это слава Богу, что пришли. Когда Советы были, у нас работа была и все было. А когда они роскошили, у нас не работа, ничего, он нас доставлял работать, только на них, вот, и это самое, и давал нам покоя. Вот так больше-то еще, не некуда еще. Посмотрели, в то время проходили, за все города, которые вот проходили запустим, это, по Армашкопольскому объекту. По Брянску прошли, утром мы рано, в Волхов проходили, вечером, а Карачево, мы, основные, в середине дня, так опять-таки, почти никого не видели. Как-то не приходилось с ними встречаться, как это кино показывают, что солдаты идут, что-то встречаются там, что-то. Нам так не приходилось, мы на машинах, они пешком идут, а мы на машинах ехали за километром. Не приходилось. А немцев видели вы так, чтобы встретиться с ними вживую? Как их воспринимали? Ну, это, когда война кончилась, вот, они пошли под прибавы, вот, через нас походили, мы виделись с ними. Ну, что, карлистан, шелканы, что они не потратили, нам это не разрешалось потратить. И так видели, и все. А вот в составе их армии были не только немцы, но и другие тоже национальности, итальянцы, финны? Ну, были, были. С кем было труднее бороться? Ну, конечно, с немцами. Вот я эту книжку читаю, там этот Жуков пишет, что итальянцы, эти, там, другие, то они как-то менее такие были азартные на это. А немцы-то, конечно, они же хозяева были, а эти-то чё, это, менее как-то они были настроены к этому. Сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Дезертиры встречались вам? У нас один ушел, вот, и мы его больше не встречали. Ушел у нас с участием, дезертирировал. Он еще мне, когда я пошел в этот самый штаб, он мне говорит, ты куда пошел? Я говорю, штаб, а я с тобой пойду, я говорю, а зачем ты со мной пойдешь? Он говорит, так, я говорю, нет, не надо мне тебя, я говорю, зачем ты меня нужен? Я говорю, я с замещением, если с чем пойдешь? И потом, иди, командир, это спроси его, я говорю, разреши. А я не хочу его спрашивать. Ну, не ходи. А потом он на второй день, я пришел с этого, со штаба. На второй день, мне этот командир ЗОЗа говорит, ты, говорит, Петренко звезал? Я говорю, нет. Куда тоже? Он говорит, ушел. И ушел, ушел, и все, ушел. Потому что мы его больше не будем. Вот это 95 лет. А штрафники были? Штрафники были вот это самое, когда на Бонхов пошли, когда Рожьевская битва была, на Бонхов пошли, то штрафники первую лиду прорвали, до Бонха зашли, и потом их вернули. Эти пошли, это второе шалон. А первое шалон – это штрафники, вот они вернулись. Такие парни здоровые, знаете, у каждого по бутылке вина, там много, значит, румынского вина было в Бонхове, а у каждого по бутылке свечали, та, сразу бросали, та, сразу. Вот. Ну у нас шалоны одеты, все, то они распашку, такого засучали, нечем, встречались, встречались. И еще, поза этим, мы встречали их, там их командующий был этот самый, как он, женщина, штрафной, там батальон, это под, как же это говорят, под Толининым, вот там тоже, значит, такой массив лесной, вот там, значит, их формируется, женщина такая строгая ходит, и сабля тут такая, да, сабля, и плетка такая, толстая плетка, такая строгая, наверное, они встречались там, с ребятами, такие, не говорят, такая же строгая, ну, ни за что, ни про что, мне четко такой режим, вот это, пожаловаться мне, на кого пожаловаться, на ней, конечно, пыталась, как ей пожаловать. А как вот Вы относитесь к тому, что штрафники могли искупить свое вино, и затем вернуться в армию обратно, в основной состав? очень просто. Бывали такие, что, это самое, ну, в скопию приходят, приходят, у нас, конечно, не было таких, а они сказали, что приходят, и это, так бывает, что ни за что, ни по что, с командиром там, это возругается, с копейного там, понимаешь, вот, и это самое, оказав бой, пошел, вот, и с ним, это самое, тут еще больше, то ее раз, так не отправляют, вот, а потом, он уже в свою часть не вернется, он не попадет, все равно, он, казах, с первой формировки попадает, то он не попадет в свою часть, он попадает обязательно в другую часть, так что, у них нет, не будет этого состояния, никакого. Угу. Угу. В какое время года было труднее всего воевать, и почему? Ну, может, вот, самое трудное, вот это, под этим, под Масадским, самое трудное, самый голод, и холод, и шило, и там, самое трудное было там. Угу. Потому что, если взять, ажон в покушку, в битве, вот, тут, все такое, более, как говорится, более, более спокойное, потому что, мы могли, мы видели, что не то, а там, мы ничего не могли этого, определенно, вот, питания у нас не было никакого там, вот, одежда то у нас, то и то, за обшивили, за их трудное, когда, оттуда выехали, под Масадским, когда приехали, так, приехали там, в госпиталь, госпиталь был, и мы там, значит, нам сделали баню, так с нас все сняли, и, это, бросили в этот костер, а новые нам дали, потому что невозможно было, вот, вот там самое трудное было. как вы оцениваете нашу боевую технику? Боевую технику, подпошли, она отлично пошла. В начале, тогда странная была, и она не, это самое, как бы сказать, не оправдывала. Почему? Потому что, немцы, почти вперед, их, это самое, все солдаты были с автоматами, а у нас только автоматы, как говорится, там, в заводе, там, два, три автомата, ну, четыре, допустим, а немцы, чуть ли, у каждого автомата, так что, они к этому готовились, и их техника бывает, а уже подпослед, уже вот, 44-45 год, тут уже наша техника была, воевая, она оправдывала, она даже, превосходила немецкие танки, и самолеты там, и все, подпоследствием, она, конечно, падала, а в начале, старая техника, она, отставая была, автоматов мало было, а винтовка, это еще, после 800-х годов, вот, так что, а подпослед, да, и танки, и машины пошли, и все, а то, просто, в начале, так машины были, старенькие, так что. А вот, в тиши затишья, в часы затишья, могли ли отдохнуть, как там, было ли время, если да, то как его проводили? Ну, это, нам пошли, что, представляете, пошли, что, отдыхать некогда было, единственное, вот, один раз, мы отдыхали, где-то, полумесяца, это, 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 когда, вот, формировались, под, 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 битебским, когда, мы формировались там, и нам, дали нам новую форму, нам дали, значит, погоны, вот, вот, потом, знамя нам дали, у нас знамя не было, потом, присвоили, замест, умные части, вот, здесь, вот, мы тут, где-то, месяц, наверное, мы готовились, наступления на Белоруссию, здесь, как бы, так, а то, бы, все, пошел-то, пошел-пошел-пошел, все равно место на двое место перебрасывали, нас еще, В день наступления нас туда бросали, потому что зенитчики, 30-ти сильные пушки, они такие, как говорится, более заступные, легкие, и это поражаемо, и поэтому нас в день наступления туда бросали, чтобы отбивать самолеты. А приходилось ли вам слушать выступления артистов? Ну, артисты выступали, когда я был, когда мы были под Москвой, вот, в том станции Пельховского, там дом, этот самый клуб, он небольшой, так вот там артисты выступали, там Русланова выступала как раз. Так все окна открытия, в октябре место было, все окна открытия, и все, значит, то вот эти самые, там артисты поступали, вот мы там слушали их, а больше недель на меня показали, вот поступали там, где-нибудь там пехоты, больше пехоты, танки, хоть так, а еще вот таких артиллерийских, редко где видишь. Артисты, артисты, это такой народ, что он недели, это, ну, некуда отдыхать, он, если, чтобы он местом приехал, ему надо, значит, выкопать ловик, чтобы пушку поставить, выкопать для себя, значит, это землянку, чтобы там отдохнуть и все, вот, для снаряда надо выкопать, чтобы это все, значит, это самое, туда покрыть, так что отдыхать и редко приходилось, отдыхали только уже вот, когда в конце концов дня, вот так вот тут мы отдыхали, я говорю, что нас 5 июня, это погрузили, вот, вот считаете, что мы май, то июнь тут, то, а 5 июня погрузили, и назами нас там, вы тоже, считаете, вот, как с июня началось, и за собой октября месяца мы шли, как говорится, на ходу, на ходу, на ходу, на ходу. А вот на ходу, как и откуда удавалось написать домой, и что сообщали родные? А у нас же, а это почта была, вот, мы писали письма, отправляли в полки, а уже с полка там, значит, это специальный почтальон был и машина, он отправлял дальше, и уходили письма. Ну, когда мы поехали в Китай, ну вот, мы читали с этого, с июня и по октябрь месяц, мы не могли письма писать, потому что мы были на ходу, на ходу, и в таких местах, что там никакая, там, там не писали, там, считай, с 5 июня и по октябрь месяц, я только в октябрь письма, когда послал, и потом, когда получил обратно, мать пишет, а ну же тебе похоронили, мы же тебе не сдали жили. Я говорю, а я живой оставься. А можно ли было в письме сообщать все, что происходило на вкрытии? Нет, нет, нельзя. Там все равно, это, как говорится, цезура все равно зачеркает, она не пропустит, они же как-то письмо появляют. Вот, и, 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 и. Я одно письмо-то написал, это я записал с этого, по-моему, с Литвы, написал. Ну, я писал, где нахожусь, а как. Так, потом, второе письмо получил, мама, ну, не мать, а сестра-то пишет, что половину было письма, ничего не было, она все равно зачеркнет, а что ты там писал, я уже понял, что нет записи. Ну, цезура была, и она, ну, не забывала, ничего. А что писали из Донова? А что писали там? Как они живут, чем занимаются, и все. Там, что они могут написать. Вот, пишут, что, вот даже в уходе работаем, вот, много работают, то, то, секунду-то, что они могут написать. Вот, что могут быть. Одно письмо как-то мне написали, не помню, так, что вроде солдаты домой посылают посылку. Вот, а были такие, которые, вот, это самое, заходят в дом, а там никого нет, так, там, брали-то и посылали. Вот, вот, а я, это самое, по облачейку сказал, я мама, я на чужое добро вот не развиваю, и тебе не советую. Разумы не наши, оно не нам доно, и надо на нем развивать. Надо потихоньку самим жить. А чужое добро, оно не проводит к добру. Оно все равно чем-то отразит. Все, главное, в тихо, в обочине, и с тобой спрашивают. Ну, часто вообще отец под ним разом был, воевал, брат, на зале на штуке был, вот, так что, ни брата, ни отца того дома не было, брат старший, который был, он 26-го, я 21-го, он 26-го, он на зале на штуке, под Хабаровским. Ну, тоже в Китаю участок, ну, по Жадеевске, мы, чудо-состоточки, то есть с запада, они, с этого, с севера, на Востокущину. Угу. А вы были ранены? Да, тут нужен был, из вас бы легко ранен. Вот, вот, видите, вот так, это, поскольку мы дали воду, вот так, и... И это самое, я пошел сам в суд, то я показал, он промыл, вот так, и заменил товар, вот так, и все, ну, тут еще, ну, и все. А приходилось ли быть вам в плену или в оккупации? Что? Приходилось ли быть в плену или в оккупации? Нет, 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 нет. Если бы я был в плену, я бы не вернулся сюда. В оккупации, я, моя, так говорится, родственная моя, родственная моя, не было в оккупации. Они не зашли, немного там не зашли за нас, что-то километров 80 или 70, 13, не зашли до моей родины. А вот, куда я, это, ушел в армию? С Ростова. Ростов был разом в оккупации. А я в Востоке-то работал на заводе. И когда я в Вальню призывался, я с Ростова, вот так, что Ростов был в оккупации. А что вы знали о союзниках? Ну, союзников, в чем мы знали? Мы ничего не строим. И когда вот они же там, когда вот была конференция, ямкинская, и потом еще, еще то, вот, вот это нам, этот замполит читал. Наши замполиты были. Он читал, мы знали, что ямкинская конференция, мы договорились об строго фронта. А, подожди, не забыл, как первая конференция была. Там у них заговорились было, что Америка нам будет помогать техникой и производством. А насколько ощущалась их помощь? Вот, в 42-м году нам это самое завали, это американские консервы, мы их называли второй фронт. Вот, это не консервы. Там банки такие вот, вот такие, там по 500 грамм, по килограмму и больше. Мы их называли, но они вкусные, они, как это, как колбаса. Мы их называли второй фронт. А техника была какая-то от союзников? Было. Машины их нигде были. Скудобекеры были, эти, любые там машины леткие были. Было, было. Было. Танки их любили, но их не танки, такие слабенькие. Они, немцы, их только так же, удачи, и это. Они горели, как спичка. Они не приспособлены, они были по нашей, как бы сказать, территории, чтобы вообще не так-то вылить, как спичка. Мы были, помощь и были. А была эта помощь своевременная и достаточно? Ну, я бы сказал, что, может, это, для нас оно не заходило, а, может, я туда вообще в войскевые, там, может, туда и больше заходило. А мы это, как-то не очень-то, все повсющали, это их, у нас все было, больше свое от плачаных. Вот, а их, вот, вот, сорок второй, то есть сорок третий год, вот, одновременно их концерт завезли, а потом больше все свое было. Мы все больше с ним, а было их, были их, эти машины, и, ну, этих орудий их не было. А вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, какой фильм вам был? О войне больше всего передает атмосферу тех лет и отношений между товарищами? Как, как понятенее. Ну, какой фильм, вот, какой фильм о войне передает больше всего ту действительность? А, ну, так, мне кажется, вот, бывают фильмы, которые, вот, показывают боевую обстановку. Вот, 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 вот что они им надоели, или то, что они просто не хотят их смотреть, они смотрят свои фильмы, которые вот это самое, так говорится, разбой всякий, и там драка, и все, вот этим больше молодежи, больше это им не нравится. А какой бы вы фильм посоветовали посмотреть молодежи? Наверное, я бы посоветовал посмотреть оборону Севастополя, оборона Москвы, дальше Курская битва, потому что на Курской битве там очень-очень много, как говорится, было такого столкновения, это же читатель Курс, это оборона Сталинграда, вот, читатель оборона Сталинграда, начало ее, как говорится, это разгрома пошла на, как бы сказать, на нашей победе, понимаете? Оттуда началась наша победа, оттуда, это самое, разбили, сразу после этого Курская битва пошла. После Курской битвы, вот, пошли, пошли, дальше пошли наступления, вот, уже пошли, пошли, дальше, вот, оборона Сталинграда тоже, это показатели, как там люди-то сами в таком участвовали, вот, это тяжелое время, вот эти все они, фильмы, они показательные, вот, я думаю, что молодежь не хочет их смотреть, не хотят их смотреть. А книги? Ага. А книги, какую бы книгу посоветовали почитать? Я бы посоветовал, да не, 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 я сейчас вам ее покажу. Вот, пускай почитают. Сидите, собрали. Тут такое не сложено, так и сложено, что лучше быть не нужно. Вон тут, как начало, от конца и до конца, вот, зашло вот ее, что я себе почитаю. Это очень, очень такая книга поучительная. Вот. Ну, а литературу я не знаю, я всякую читал, все. Мне, в начале-то мне как-то более нравились в балерных книгах читать литературу, а потом перешел на такую вот, как-то, жизнь. А сейчас, вот, делать там, что же я работал, теперь же я работал, ну, вот, я занялся этой, вот, я его второй раз читаю. Ну, первый раз я быстро, кто-то, не уник, а сейчас вот, читаю. Как вы думаете, как нам сегодня избежать той трагедии, которая пришлась на вашу молодость? Денушка, милая, я, я бы тебе вот что посоветовал. Надо сначала, наверное, просто организовать вот это вот, раньше у нас были они, эти самые, комсомольские организации. Ну, а почему? А потому, чтобы наша молодежь прекратила пить, вот это, прекратила курить. Ведь, посмотрите, просто разу курить начали. А ведь не подумай, что они губят сами себя. Они же губят то, что сами себя. Смотришь, и девушка идёт с кутом, то есть, полевая, и сигарету курит. А ведь он, то ведь, там же тоже это самое представляет. Вот это самое такое, самое плохое, это самое. Вот поэтому я думаю, что вот это молодежь, надо сказать. И потом, посмотришь, вот там парни, вот, шибко себя не застойно ведут. Они нашего брата, они не почитают, нисколько. Он идёт, чуть-чуть не плюётся на него. Ну, мне такие, конечно, не бывают, которые встречают. Ну, вот, как он слушает, такой младшинчик, вот так, вот так. То есть, наша молодёжь совремённая. Особенно парни. Они как-то, ну, это самое, не поймут, что они тоже такие будут старики. Вы посмотрите, вот, сыну бывает отца, там, мать бывает, что ему надо уколоться. Вот это вот надо изживать. Тогда мы вот это всё изживём, тогда легче будет. Угу. А что бы вы хотели пожелать молодым людям? Как? Ну, чё так? Дело в том, что они не заняты. Если бы их заняты, вы смотрите, раньше вы, допустим, вот, закончили свой институт, примерно этого. Вам дали направление. Вот туда приезжаю и четыре года работаю. А сейчас вы, миленько, закончите институт, а работы нет. И чё делать вам? Чем заняться? Вы сами, вот, вы ответьте мне, чем вы займётесь, если вы в институте, закончите и работаете? Чем заниматься? Чё делать? Искать. 50? Искать. А? Искать. Ну, вы видите, какое дело. Ну, что бы вы хотели пожелать нам, чтобы мы... А я хочу, я хочу вам пожелать, миленькие, берите в руки наших этих вот депутатов, которые там сидят, штаны протирают, а тонку то никакого. Они, штаны протирают, а тонку, какого они, чё они зают? Они ничего не зают, чё. Раньше депутаты были, они на съезд съездились, четыре там, да, там неделю по были, а потом говорят, ну, ребята, кто за вам по работе? А сейчас они всё время там попадают. Раньше вы учились, допустим, я говорю, что вы учились, вот вы получали стипендию, вам не хватало. А сейчас вам хватает стипендию? Нет. Правда? А депутат сидит, он 200 тысяч получает, это самое, долларов. За что? За что он получает? За то, что он какой-то предложил, как говорится, вопрос поднять. И что они не утверждают? Ну, чё надо? Брать, вот, в большие руки правительство, вот этих нерадивых. Раньше, если директор магазина что-то там скислил тысячу рублей, запьём сразу за катавашку счёт, а сейчас, посмотрите, миллиарды за лимею, вот, а вам копейки платят. Так почему ему миллиарды, а вам копейки? Что, лучше вас, что ли? Он же не лучше вас. Вот что надо делать. Надо брать, поделиться в свою руку. Вот это направление жизни, чтоб вам было легче учиться, легче было. Посмотрите, раньше бывало, и детские были, это санатории, детские дома, детские всё. Вот, ребёнок родился, его можно в садик кушать, а сейчас ребёнок родился, его некуда девать. А она, она получает таких, там, пять тысяч, десять тысяч, а она за садик десять платит тысяч, за это его нет. Вот, Леночка, что надо брать-то, который вот такие шумные деньги, и тихо надо, за них браться надо, их выживать надо. Это, это, вот мы, вот и раньше говорили, что, это, коммунисты, там, воруют. Нет, они не воровали. Им хватало вот так, то, что не получали. Вот. И причём, они если воровали, так они наши партийные взрослые брали, допустим. Вот, мы партийные взрослые брали, а мы эти партийные взрослые брали. А сейчас они, говорю, государственные деньги, они, не это самое, не, не, не свои, наши деньги воровали. Вот, вместо того, что вам хватит, допустим, не, там, две тысячи, а двадцать тысяч, вот, так это нет, нельзя так. Я говорю, вот и надо вам ставить вопрос, чтобы вам жить, вам понравилось ставить вопрос, чтобы жизнь не выгонить на землю. Вот, я не практику говорю, вы оцениваете сами. Спасибо большое за участие, вопросы у меня закончились. Спасибо, что нашли время, и мы бы хотели от лица молодёжи пожелать, чтобы вы не болели, и всегда были в таком бодром, улыбающемся настроении. Спасибо. 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 Спасибо.